Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале JSMDog. В этом видеоролике мы будем разблокировать смартфон Nokia C01 Plus от экранной блокировки и Google Аккаунта. А спонсор данного ролика – сеть сервисных центров Лига Запчастей. В данный момент функционируют три мастерские в Москве, в Люберцах и Жуковском. Всегда в наличии оригинальные дисплеи для Samsung и Apple. Также имеются запчасти для Huawei, Xiaomi, Asus, Nokia. Аккумуляторы, шлейфы, камеры, разъёмы, большой ассортимент аксессуаров, чехлы, защитные стёкла, кабели, держатели, зарядные устройства, Лига Запчастей. Мы ценим ваше время. Приступим к разблокировке. Сложность заключается в том, что у этого аппарата в меню Recovery нет пункта WebData Factory Reset. В этом аппарате установлен процессор фирмы SpriteTram, и в сети на данный момент нет ни прошивки, ни флешера, но есть распиновка ISP. Поэтому я буду использовать EasyJetag. Для начала необходимо разобрать телефон и извлечь материнскую плату из корпуса. Очень простая конструкция, не вижу смысла комментировать. Чтобы добраться до нужных точек, нужно снять два защитных экрана. Один экран крепится на защёлках, второй защитный экран припаян. Пройдитесь с плавом розе по периметру второго защитного экрана, сделайте цеплоизоляцию всего, что может оплавиться, и при помощи паяльного фена демонтируйте защитный экран. В сети есть несколько вариантов распиновки. Методом проб и ошибок я нашёл правильную распиновку, теперь делюсь с вами. Под защитным экраном, который был припаян, находятся контакты VCC и VCCQ. С обратной стороны находятся остальные контакты. Обязательно припаяйте контакты GND к любой металлической пластине на плате. Об этом не упоминают, когда выкладывают распиновку, но это обязательное условие. Вот так выглядит готовый результат. Запустите программу Z3X Easy MMC Manager. Установите такие же настройки, как у меня. Затем нажмите кнопку Connect to Easy Digitag. Немного подождите. На мгновение вам может показаться, что программа зависла, но это не так. Если вы всё припаяли правильно, то вы увидите вот такой лог. Затем перейдите во вкладку Tools. Нажмите кнопку Reset Google FRP. Подождите, операция занимает около 30 секунд. Я немного ускорил этот фрагмент на монтаже. Затем нажмите кнопку Universal Factory Reset. Подтвердите действие, нажав кнопку Да. Естественно, все пользовательские данные будут стерты вместе с экранной блокировкой. Далее необходимо собрать и запустить смартфон. Аккумулятор должен быть заряжен минимум на 50%. При первом включении произойдёт сброс до заводских настроек. Первая загрузка будет долгой, около 5 минут. Далее пройдите первоначальную настройку, выберите язык, страну, примите все условия. Всё время нажимайте Далее. Полностью проверьте весь смартфон. Мало ли что могло повредиться во время снятия защитного экрана. Если вам необходимо разблокировать такой же аппарат, мои контактные данные есть в описании к данному видео и в вкладке «О канале». Это всё, что я хотел рассказать вам в данном ролике. Всем спасибо за внимание. До встречи в новых видео. Всем удачных ремонтов. Пока.